Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Эфир канал РНТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Новоселье накануне Нового года. 29 анапчан получили квартиры. Программа «Антинарка» шагает по Анапе. Новогодние праздники и предупреждение о безопасности. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Накануне Нового года 29 анапчан-сирот получили ключи от собственных квартир. Социальная очередь на жилье стала короче. Алина Гумерова продолжит тему. Дети с детства, лишенные родительской заботы и любви, домашнего уюта и тепла, обретают свое жилье. По инициативе губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на территории Кубани активно работает программа «Чужих детей не бывает», которая предусмотрена на обеспечение особой категории детей жилье. В 2013 году на эти цели в крае выделено 2 миллиарда 600 тысяч рублей. 19 новоселов обрели долгожданное жилье в доме номер 26 на Субсекском шоссе. Мэр Анапа Сергей Сергеев лично поздравил новоселов и торжественно вручил ключи от квартир. Я хочу пожелать, чтобы те квартиры, которые вы сегодня получите, были стартом у вас для новой жизни. Рожайте детей, воспитывайте их. И хочу вам сказать такую вещь, которую я не говорил ни разу. Пусть ваши дети не повторят вашу судьбу. Не дай вам Бог. Вот воспитывайте и относитесь к ним так, как бы вы хотели, чтобы к вам относились в прошлом ваши родители, близкие, бабушки и дедушки. Почетное право перерезать красную ленту предоставили Сергею Сергееву, председателю Совета депутатов муниципального образования город-курорта Анапа Леониду Кочетову и счастливой обладательницей новой квартиры Елизавете Калинчук. Гости и новые жильцы осмотрели свои апартаменты. Квартиры, предоставленные администрацией Анапы, уже оснащены самым необходимым. Проведено электроводоснабжение, отопление, готова внутренняя отделка, поставлены металлопластиковые окна, металлические входные двери и деревянные внутриквартирные. В каждой кухне кухонная плита, оборудованы ванные комнаты. Симок с ним селяться будем, жить. Даня, да? Очень довольна, очень рады. Большое спасибо государству нашему. Екатерина Макеева ждала свое жилье с 2010 года. И, наконец-то, мечта осуществилась. Девушка уже сейчас думает о том, какой будет ее новая квартира. Куча всяких мыслей, фантазий. Пока только положительные эмоции, пока не хочется думать о быте. Новоселы получили квартиры в новом строящемся районе Анапы. Рядом находится торгово-развлекательный центр. И прямо напротив дома большой новый детский сад. До конца года новоселье справит еще 10 анапчан. В 2014 году обеспечение муниципальным жильем детей, оставшихся без попечения родителей, продолжится. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Страна должна знать своих героев в лицо. Антиподы героев нашего времени тоже достойны внимания. Наш следующий сюжет о том, как нарушители правил дорожного движения реагируют на требования остановиться, предъявить документы и исправить нарушения. Тонированные стекла автомобиля, лобовое и боковые передние – потенциальная угроза безопасности на дороге. Через затемненное стекло водителю сложнее увидеть и оценить ситуацию на дороге. Многие водители уверены в обратном. И, несмотря на предупреждения, продолжают скрываться за пленкой. Водитель серой кеа пожертвовал госномерами в пользу тонировки. Хотя жертва сомнительной выгоды. Снять тонировку все равно придется по требованию закона. Скажите, пожалуйста, когда вы будете устранять? Плёночное покрытие когда? В течение суток. В течение суток, да? Значит, за данное нарушение, как я вам уже и пояснял, мы снимаем госномера. Выписываем сейчас протокол запрещения эксплуатации транспортного средства. В течение суток вы будете добры устранить ее. Сотрудники полиции предлагают снять пленку на месте и сохранить госномера на автомобиле. Разъясняют правила и требования. Если вы не устраните в течение суток плёночное покрытие с передних боковых стёкол, если вас остановит инспектор ДПС, не я, а какой-нибудь другой, и вы будете передвигаться без госномеров, инспектор будет справиться оставить на вас административный материал за отсутствие госномеров. Плёнка оказалась дороже. Владелец «Лады» растонировал автомобиль на месте, разбавил классическое чёрно-белое сочетание в салоне светом. В роте ДПС город-курорт Анапа проводилось специальное мероприятие краевое по операции тонировка. Останавливали транспортные средства, с тонированными передними боковыми ловыми стёклами, составляли административные материалы, где-то около 10 штук было составлено. Штраф 500 рублей, плёнку долой и госзнаки под угрозой. Выгода соблюдения правил дорожного движения очевидна, но пока не все водители это понимают. Наталья Пухальская, Артём Зиборов. Анапа. Регион. В посёлке Витязево прошло выездное заседание антинаркотической комиссии. На повестке дня – вопросы незаконного оборота наркотиков в сельском округе, результаты профилактики наркомании среди населения, а также деятельность медицинских наркологических учреждений. Адам Ханахок доложил о итогах проведенной работы за год. Повседневно продолжают выявлять каналы поставки наркотиков, пресекают групповые формы преступности. В этом году перекрыты каналы поступления наркотических средств из Москвы, из Новороссийска, Славянского и Крымского районов. Отделам по городу Анапа выявлено 60 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 44 из категории тяжких и особо тяжких. 19 завершены группами лиц. В суд направлены 23 уголовных дела. Осуждены 32 человека, 26 – это 81% лишены свободы. Общий срок наказания на всех составил 97 лет и 3 месяца. Остальные приговорены к условному сроку. Наложено штрафов на 825 тысяч рублей. Изъято более 36 килограммов наркотических средств. Увеличилось количество изъятых наркотиков растительного происхождения. Большое количество изъяли в хуторе «Веселая горка». В этом году зафиксировано уменьшение преступлений, связанных с организацией содержанием притонов для изготовления и потребления дизаморфина. В прошлом году выявлено 7 таких притонов, а в этом всего 2. У нас последнее наркотиков и синтетическое происхождение является профилактика наркомании, разъяснение среди молодежи правовых медицинских и социальных последствий потребления наркотиков. Так, в этом году нами проведено 238 финалектуре и беседы с подростками и молодежью, а также их родителями. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов поручил присутствующим заняться усилением антинаркотической работы, чтобы профилактика велась должным образом. И также напомнил о том, что теперь квартиры-наркопритоны будут изыматься у владельцев судом на законных основаниях. Отняли, отдали, у нас много детей, которые сирот, которые нуждаются в квартирах. Да лучше нормальному человеку квартиру отдать. Пусть живут. Председатель общественного совета поселка Витязево-Саслан-Тиблоев рассказал о работе рейдов, взаимодействии общественности с казаками, администрации и полицией. В поселке проверены все зависимые употребляющие наркотические вещества. Таких осталось, по последним данным, 28 человек. Со злом под названием наркомания продолжают бороться и в следующем году только усилят работу. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Анапа готовится к Новому году. В рамках праздничной программы в городе проведут более 60 массовых мероприятий. С 20 по 31 декабря на Театральной площади будут работать новогодние ярмарки предприятий торговли, общественного питания и сельского хозяйства. Новогодние представления для детей пройдут с 25 декабря по 6 января 2014 года. Каждый день в 11 и в 14 часов в городском театре. И в Центре культуры Родина в 12 и в 14 часов. Со 2 по 6 января 2014 года у главной елки города на Театральной площади для детей будут организованы новогодние интерактивные программы с участием новогодних персонажей. Для детей, проживающих на территории сельских населенных пунктов, в учреждениях культуры пройдут новогодние утренники. В село период новогодних и рождественских мероприятий запланировано проведение 64 общегородских мероприятий, в том числе новогодние акции, концерты, народные гуляния и так далее. 26 декабря в 2 часа дня в коррекционной школе номер 27 состоится благотворительная новогодняя елка для учащихся школы. 5 января в 13 часов в городской театр приглашают детей из малообеспеченных и замещающих семей на благотворительную новогоднюю елку с участием творческих коллективов городского театра. Для каждого ребенка приготовят сладкие подарки. 24 декабря в 16 часов в городском театре пройдет торжественное мероприятие с вручением именной награды «Честь, достоинство, профессионализм» и праздничный новогодний концерт с участием творческих коллективов Анапы. 27 декабря в Центре культуры Родина для молодежи проведут новогоднюю молодежную акцию «Молодежный Новый год». Традиционно 31 декабря на Театральной площади с 23 часов до 2 ночи пройдет праздничная шоу-программа с видеотрансляцией и праздничным фейерверком. Искрометное шоу начнется в час ночи уже в новом году. Праздничный фейерверк будет производиться на площадке у санатория «Матерю». В зоне организации фейерверка будет установлено металлическое ограждение, обеспечено оцепление сотрудниками отдела МВД, выставлена машина пожарного расчета и скорой неотложной помощи. Время показа фейерверка в час 00. Завершится цикл новогодних и рождественских мероприятий 24 января 2014 года в городском театре. Мэр Анапы Сергей Сергеев поздравит одаренных детей, достигших выдающихся результатов в области культуры, образования и спорта. Новогодние праздники – не только радость, но и повод быть предельно внимательными, чтобы не допустить пожароопасной ситуации дома, на природе и на рабочем месте. Рождественские праздники и Новый год всегда связаны с применением пиротехники, свечей, бенгальских огней и других воспламеняющихся предметов. С наступлением холодов зарегистрировано 4 смертельных случая в результате возгорания жилья от обогревательных приборов. Накануне праздников МЧС предупреждает. Выезды пожарной команды возрастают 3,5-4 раза. Это прежде всего связано именно с ландшафтными пожарами, именно с возгоранием камышей, именно с возгоранием тех предметов обогрева, которые в неблагонадежных семьях. Вот сейчас у нас происходит кампания по всем сельским округам. Обход именно этих домовладений, где либо строящие домовладения, либо законсервированные домовладения, где есть случайные охранники, сторожа, где есть бесконтрольное применение обогревательных приборов. Медиагруппа «АНАПА» готовит подарки к Новому году. Участвуйте в наших проектах «Письмо Деду Морозу» и «Стих на табуретке». В этом году участников ждут новые сюрпризы и подарки. В обмен на оригинальное новогоднее поздравление, которое нужно прислать на почту морозсобаканапарегион.ру. Подробности и условий конкурса смотрите на нашем сайте anaparegion.ru. Здравствуй, Дедушка Мороз! Есть у нас к тебе вопрос! Почему один раз в год? Криллый пластник – Новый год! Если есть такой вариант, пусть его чуть-чуть продлят. Кто потакать, ты пенёшь много-пного. Слава! Воз! Воз! Участвуй в конкурсе «Стих на табуретке». Придумай новогоднее стихотворение и пришли на почту anaparegionsobaka.gmail.com. Подробности на сайте anaparegion.ru. И в завершение выпуска прогноз погоды на завтра. Во вторник 24 декабря в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днём 6-8, ночью до 5 градусов со знаком «плюс». Ветер переменный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление высокое – 770 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 4 градуса тепла. Далее блок полезной информации от партнёров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и салона магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнёр программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнёр программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона». Всё самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор ёлочных украшений. Сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Всё для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. Важная персона. Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом!